Наука и техника Длительное время выдерживать упругие циклические напряжения Долго сохранять режущие свойства при больших скоростях обработки Нужна повышенная упругость Высокая коррозионная стойкость Впрочем, даже бегло нельзя перечислить всех требований, которые предъявляют к металлами-сплавам наш технический век Необходимые свойства металлы приобретают в результате выполнения ряда технологических операций Выплавки Разливки И последующей кристаллизации Слиток Передающие все тонкости литейной формы Чтобы получить металлы с заданными свойствами Необходимо прежде всего обеспечить высокое качество структуры слипка Многие твердые тела имеют кристаллическое строение Для которого характерно закономерное расположение атомов Кристаллическое строение Находит отражение не только во внешней форме многих минералов Оно присуще также и всем металлам Металлы кристаллизуются в объемно-центрированной кубической решетке Грани-центрированной кубической решетки Гексагональной, плотно упакованной Металлы состоят из множества кристаллов неправильной формы Кристаллитов, вплотную прилегающих друг к другу И имеющих различную кристаллографическую ориентацию Как же образуются кристаллы из жидкого металла? Переохлажденный жидкий металл Состоит из хаотически движущихся частиц Атомов или ионов Вследствие хаотического движения Атомы в некоторых объемах жидкости Могут в определенный момент создать конфигурацию В которой они располагаются так же, как и в кристалле Образуя правильную решетку Если размеры этих образований меньше критических Они неустойчивы и распадаются Процесс этот может повторяться многократно Частицы из неустойчивого положения Стремятся попасть в более устойчивые Поскольку самопроизвольно протекающие процессы Происходят в направлении понижения энергии системы Зародыши размерами больше критического Энергетически выгодны Поэтому они становятся центрами кристаллизации Зарождение и последующий рост кристаллов Происходят также на готовых центрах Одновременно в других участках жидкости Возникают центры новых кристаллов Размеры кристаллов увеличиваются до тех пор Пока они заполнят весь объем металла В зависимости от степени переохлаждения расплава Рост кристаллов может происходить по разным механизмам При достаточно большом переохлаждении расплава Атомы из жидкости присоединяются непосредственно К поверхности растущего кристалла Такой рост называют нормальным При меньших переохлаждениях Рост кристаллов происходит путем присоединения К поверхности двухмерных и трехмерных зародышей Они разрастаются вдоль грани Такой рост называют тангенциальным Одновременно на грани могут разрастаться несколько зародышей Термодинамическим стимулом кристаллизации Является уменьшение удельной свободной энергии Критические размеры зародыша Можно определить из анализа изменения Свободной энергии системы Кинетика кристаллизации металлов Определяется двумя параметрами Скоростью образования зародышей Центров кристаллизации И линейной скоростью роста кристаллов Эти параметры кристаллизации Зависят от степени переохлаждения металла Полезную информацию о механизме кристаллизации Можно получить на прозрачных модельных объектах Субтитры создавал DimaTorzok Современная микрокинотехника Позволяет увидеть и запечатлеть Зарождение и рост этих удивительных И разнообразных по форме кристаллов Зарождение новых и рост ранее образовавшихся кристаллов Продолжается до тех пор Пога не исчерпается жидкость Если в процессе кристаллизации переохлаждение или пересыщение жидкости уменьшаются Образовавшиеся кристаллы растворяются Форма и внутреннее строение кристаллов Определяются природой вещества и условиями кристаллизации При малом переохлаждении вырастают кристаллы гранной формы В период их роста быстро растущие грани выклиниваются Субтитры создавал DimaTorzok Кристаллы могут расти в форме волокон Субтитры создавал DimaTorzok Часто рост подобных кристаллов происходит в одном направлении При большом переохлаждении жидкости вырастают дендритные или древовидные кристаллы Основная причина дендритной кристаллизации Неодинаковая скорость роста кристалла в разных направлениях От основного ствола дендрита растут вторичные ветви И ветви более высоких порядков Эти кристаллы напоминают причудливые ледяные узоры В особых условиях некоторые вещества кристаллизуются в виде сферолитов Радиально расположенные ветви сферолитов растут из одного центра Кристаллы часто имеют слоистое строение Для слоистых кристаллов характерна довольно строгая ритмичность В некоторых случаях могут образовываться и слои концентрической формы Когда на поверхность кристалла выходит винтовая дислокация Образуется спираль роста При подобном росте кристалл как бы ввинчивается в жидкость По Шубникову этот рост можно представить как присоединение атомов к ступенькам воображаемой винтовой лестницы Регулируя степень переохлаждения Можно изменять величину зерна Крупные кристаллы образуются при малой степени переохлаждения Кристаллы образуются при малой степени переохлаждения При большем переохлаждении образуются многочисленные мелкие кристаллы Рассмотрим формирование структуры слитка на примере кристаллизации салова Кристаллизация начинается от стенок изложницы И развивается в направлении, обратном отводу тепла Полученная структура салола соответствует структуре стального слитка Строение которого сто лет назад впервые описал Чернов Слиток состоит из трех основных зон Наружной мелкозернистой, так называемой корочки Зоны столбчатых кристаллов И центральной зоны равноосных кристаллов В процессе кристаллизации образуются усадочные раковины и пористость В настоящее время научились получать монокристаллы высокой степени совершенства и чистоты Наиболее совершенные кристаллы выращивают методом Чахральского Этот метод основан на вытягивании кристалла из расплава Субтитры создавал DimaTorzok Другой эффективный способ получения монокристаллов Зонная плавка Монокристаллы обладают уникальными свойствами И в будущем найдут применение во многих отраслях техники Монокристаллы жаропрочных сплавов Перспективны для изготовления лопаток турбин реактивных двигателей Разработка способов получения металлов с оптимальной структурой Наиболее важное и перспективное направление исследований в металлургии Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok